Привет, друзья! Сегодня мы ставим ёлку! Ура! Руна, будешь мне помогать? Так, у нас две ёлки, мы их слепим в одну, чтобы было красиво и густая была, да? Или одну ёлку поставим, Руна? Как ты думаешь? Эти? Эту поставим, да? Одну. Хорошо. Всё, решили, будем ставить только одну ёлку, да? Ну, давай. Кривоватая ёлка получилась у нас, как и весь 2020 год. Ну, ничего, так, пока. Да, Рун? Угу. Так, ну что, несём украшения? Рун? Угу. Да, несём украшения. Ну, давай, что у нас здесь есть. У нас здесь есть мишура, но мишура в конце пойдёт. Сначала шарики надо. Звезду прицепим наверх, да? Вообще, в Швеции не очень как-то принято наряжать ёлки. Ну, конечно, продаются в магазинах ёлки и новогодние украшения, но в основном все украшают просто гирляндами и шариками. А так, чтобы ёлку ставить, ну, я не знаю, я особо так и не видела, особенно во дворе. Не стоят ни у кого ёлки. А гирлянды у многих развешаны, и они вешают уже, их даже в ноябре начинают украшать. Вообще, в Швеции Новый год, как таковой, никто совсем не празднует. Ну, может быть, соберутся, напьются, но как такового праздника Нового года нет. А Рождество, да, вот по католическому стилю, с 24 на 25 декабря, это у них семейный праздник. Обычно семьи собираются, кушают вкусную еду, обмениваются подарками. Вот, ну, так же, как у нас на Новый год. У Руны свои особенные идеи по поводу ёлки, по поводу того, как наряжать ёлку. Все шарики должны быть в одной куче, на одной ветке. Ну, ладно, это праздник для неё, пусть делает, как хочет, правильно? Руна с нетерпением ждёт Новый год и свой день рождения. Угораздило её родиться 27 декабря. Ой, самое дурацкое время родиться, потому что все праздники в кучу. Но всё равно. И подарки нужно распределять теперь между Рождеством, Днём Рождения и Новым Годом. Ну, что поделать. Да, Руна? Угу. Скажи, а что ты ждёшь на Новый год? Я ждёшь куклу. Куклу? А что ты ждёшь на день рождения? Я жду подарки. Для меня Новый год – это самый главный праздник в году. У меня всегда мама делала такую волшебную атмосферу дома. Мы всегда наряжали ёлку, генеральную уборку делали. Бабушка нам всегда готовила очень вкусную еду. И всегда-всегда под ёлкой у меня были подарки от мамы. Вот. Я хочу эту традицию сохранить, передать Руне, чтобы она своим детям передала, потому что для меня это действительно волшебные воспоминания. Мы наряжали-наряжали ёлку, уже стемнело, и вот мы нарядили. Раз, два, три, ёлочка горит! Та-дам! Спасибо ассистенту! Вот как мы нарядили нашу ёлочку. Руна, правда, в процессе уснула. Пошла спать, но всё равно она принимала активное участие в наряжении нашей новогодней ёлки. Всё. Теперь мы готовы к Рождеству и Новому году. А вы готовы? Пока! Счастливо! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова